Навабы Бенгалии, наследственные Наваб Суббадары Бенгальской Суббымогольского правления, с 1717 года являвшиеся фактически независимыми правителями. История А с 1717 по 1880 годы три исламские династии последовательно правили Бенгалии, Насири Афшары Наджафи. Первая династия Насири правила с 1717 по 1740 год. Основатель династии Муршит Кулихан родился в бедной браминской семье, принадлежащей к народу Мурия. Затем был продан в рабство и куплен неким Хаджа Шафи Сфахани, персидским купцом из Асфахана, который обратил его в ислам. Он поступил на службу императору Аурангзибу и поднимался по служебной лестнице вплоть до назначения в 1717 году Назимом Бенгалии. Данный пост он занимал вплоть до своей смерти в 1727 году. Его наследниками выступили зять и внук. После гибели внука в битве преемником выступил Оливар Дихан из династии Афшар. В 1740 году вторая династия Афшар правила с 1740 по 1757 годы. Их преемниками выступила третья и последняя правящая династия Наджафи, когда Сираджут Даула, последний из правителей Афшар, погиб в битве при Плеси в 1757 году. Представители династии Наджафи были сиидами и происходили от пророка Мухаммеда через имама Хассана Ибнали. Данная династия правила в 1757-1880 годах. Правление моголов. Бенгальская суба была одной из богатейших частей Могольской империи. Когда империя начала приходить в упадок, навабы усилили свою власть, хотя номинально подчинялись Могольскому императору. Они обладали огромной властью и правили Бенгалией как правители, независимые практически во всех отношениях. Британское правление. После того, как наваб Сираджут Даула потерпел поражение от британских войск под командованием Роберта Клайва в битве при Плеси в 1757 году, навабы превратились в правителей, зависимых от Британии. Навабом, который заместил Сираджут Даула, был мир Джафар. Он был возведен на трон лично Робертом Клайвом после триумфальной победы британцев в битве. Он ненадолго попытался подтвердить свою власть, вступив в союз с голландцами, но этому плану положила конец битва при Ченсури. После предоставления дивани на Бенгалию, Бихарарису могольским императором Шахаламом двухбританской остынской компании в 1765 году и назначение в 1773 году компанией Уоррена, Гастингса в качестве первого генерал-губернатора Бенгалии навабы окончательно утратили власть, когда же в 1793 году у них был также отобран Низамат. Они стали простыми наемниками британской остынской компании. В 1880 году Мансур Алихан, последний наваб Бенгалии, был вынужден оставить свой титул. Его сын получил от британцев более низкий титул наваба Мурши Дабада. Данный титул представители династии носили вплоть до 1969 года, когда умер последний наваб династии.